здравствуйте дорогие друзья я хотела сегодня вам показать какие у меня есть сорта смородины вот это белая смородина беляна сорт он у меня один вот такие вот ягодки у нее прозрачные медовые ну довольно такие вкусные приятные очень на вкус ну по крупности белую красную смородину не считают по крупности ягодки их считают по рясности то есть насколько рясно она дает сколько закладывает почек плодовых насколько рясно она дает урожай сколько вот этих веточек здесь вот их много-много и белую смородину полезно употреблять людям с проблемами кровеносной системы там с давлением в общем проблемы сердечные потому что она не несет там себе какое-то вещество точно сейчас не скажу специально не читала не готовилась и легко такими вот людьми переносится и еще у кого есть аллергия на красные пигменты и сейчас красную вам покажу вкуснятина какая я тут питаюсь заодно вот такая красная очень очень рясно тоже все вон там такая веточка много-много сейчас мы ее рано-рано не собираем никогда мы ее собираем попозже когда она уже вся зрелая полкуста отбирала надо было на заказ мне вот еще вот здесь вот в центре немножко подсохшая веточка не вырезали нынче в общем хороший хороший кустик где-то тут еще выбрать вам красивую веточку там еще ягодки вот под заказ я собирала маленечко по ободрал этот кустик так и сорт у меня тоже один тут особых различий по моему по сортам нет поэтому не заморачивались мы насчет того чтобы много-много сортов приобрести так а вот смородина черная у нас нескольких сортов вот такая вот красивая лаковая ягодка это сорт алтайская поздняя такая темно-коричневая лаковая прям тоже в центре куста обязательно крупнее будут ягодки и сейчас сейчас я вам покажу как это не этот это тоже алтайская поздняя тоже такая же лаковая вот какая ягодка лаковая крупная вот еще кустик валовой да есть один так мы ее все собрали валовую вот она вся плохо наверно видно тень солнце не очень удачно уже внизу ветки уже совсем лист обшелушился одни ягодки ну и для смородины для черной уже поздновато она у нас долго держится и хочу вам показать какие у нас есть саженцы этой смородины как они выглядят и я копаю по заказу саженец белой смородины так вот я копаю заказ тут у нас сегодня ветер вот белая смородина смотрите как выглядит саженец моей белой смородины это вот такой вот кустик вот две больших веточки вот одна вот этой большой крупной старенькой веточки уже она уже старенькая стала пока у меня не саженцах растут вот уже есть ягодки то есть это уже точно видно что это не пересорт это белая смородина вот такие вот ягодки вот при посадке сейчас при осенней посадке нам нужно будет вот этот лист ошмыгнуть потому что нужно чтобы вот корни так это суд вот корни хорошая мочка корней мощные корни у нас начали хорошо закрепляться в почве на постоянном месте потому что здесь у нас грядки такие школка называется эти грядки называется школка здесь перегной и там листовой опад с этих же самых саженцев где-то вот травка какая-то ну травки тут сильно места нет и уже начинается желтки пожелтение листьев и листик этот весь уже у красной смородины бывает вот такая вот головая тля называется и поэтому у нее вот так вот могут пузыриться листики но в этих саженцах эти листики ничего не значат мы их все равно при посадке вот так вот ошмыгиваем так вот в таком виде спади одной рукой неудобно вот таком виде садится и вот этот вот кустик я сейчас буду ошмыгивать сейчас на на секундочку вот я это сделала вот так теперь выглядит у меня саженец без листиков тут какие-то редкие листочки остались это нормально значит для чего эта операция делается поясняю дело в том что начало сентября посадка начало сентября листопад он уже в естественном как бы своем выражении проявляется то есть листики начинают желтеть вот видите да листики начинают желтеть опадать это и растение готовится скидывать листву забирает питание от вот этих листиков запасает в своей древесине в ее паренхимной части вот в этих веточках запасает то что вот здесь вот такие есть пластические вещества в листе но как это когда она растет и никуда не трогается с места мы его не пересаживаем а когда мы его пересаживаем этот лист мы же корни затронули обрастающие корешки затронули вот эти вот большие проводящие корни тоже мы обрубили вот как мы обрубили большие корешки то есть нарушение корневой системы поэтому всасывающая способность у корней будет нарушена на какое-то время а вот эти листья которые будут на побегах они начнут испарять очень интенсивно будут вянуть и будут нам вытягивать влагу из-за тонких побегов и это будет не очень хорошо это будет влиять на приживаемость на укоренение поэтому нужно ошмыгнуть при осенней посадке если листья еще не опали их нужно убрать искусственно для того чтобы не было иссушения вот этих тонких веточек и в таком состоянии саженцы очень хорошо приживаются но вот это все я вам объясняю именно для того случая когда вы берете у себя на участке либо покупаете на рынке либо вот у меня покупаете да и я всегда всем саженцы ошмыгиваю если не ошмыгнула значит рекомендую вы обязательно оборвите сами теперь смотрите степень вызревши вызревание саженцы видите заканчивается побег такой вот кучкой почек сереньких таких и сам побег он уже не травянистый он уже такой стал немножко коричневый это значит в побеге уже вызревшие вот это значит уже произошло вызревание и можно уже эти саженцы спокойно копать и пересаживать вот свежие побеги они вот такие вот светлые но уже коричневатые более старые побеги но они не старые это просто взрослые побеги потому что смородины цветные красное и белое плодоносят на побегах третьего четвертого года максимально пятого года и до семи лет один побег может жить и прекрасно плодоносить это не как у черной смородины у цветных смородин немножко по-другому поэтому вот этот побег он плодоносный вот он на следующий год даст еще больше урожай и вот этот побег вот до этой точке тоже даст урожай поэтому вот этот саженец очень хороший полноценный так я сейчас его упакую в пакетик это у меня заказ и мне нужно будет его отдать вот а вам я еще немножко покажу как выглядят саженцы аронии вот уже даже с плодами это тоже вот такие вот развитые кустики такие вот как бы показать то так чтоб удобнее было такие вот развитые кустики они уже вон даже есть некоторых плоды тоже начинается уже осеннее окрашивание листвы вот что-то краснеет что-то желтеет вот где-то уже вообще отпадает листочек то есть это уже у нас показатель что осень пришла здесь у нас вот еще белая смородина вот так выглядят саженцы калины где-то сбоку вот саженцы калины вот такие крепенькие тоже это не одна палочка это не одна палочка у не хорошая развитая корневая система такая такой черный крыжовник вот какие они тоже хорошие уже побеги вызревшие но у кружевника побеги никогда до конца не вызревают никогда до верху потому что именно вот у черного крыжовника что смотрите вот был вызревший побег а здесь вторичная вторичный прирост начался августовский ну так связано с биологией почему-то вот у крыжовника так и вот эти кончики потом они обмерзают это нормальное явление никуда от этого не денешься никуда не денешься у крыжовников вот эти кончики обязательно обмерзают ну никак если только искусственно обрезать но это тоже если рано обрезать значит будут просыпаться почки будут маленькие приросты если поздно обрезать только ну возможно это поможет так что еще вам показать такого здесь крыжовник крыжовник так здесь чубушник садовый жасмин это полынь полынь древовидная или божье дерево вот такой вот укропчик красивый она декоративная пряновкусовая пахнет так знаете ну как полынь но такой немножко запах ладана кстати она очень хорошо стрижется вот ее цвет полыны до цвета как правило если стрижки туда цвета лучше не допускать нужно обрезать это все и формировать в виде таких вот кустиков таких шаровидные кустики она дает и вот очень приятная такая зелень ее нежная мягкая и на взгляд такая знаете тоже мягонькая это полынь древовидное божье дерево очень целебный кустарничку от потрогала ее сейчас и пахнет так здесь вот есть черная смородина у меня вот такая черная смородина нескольких сортов вот в данном случае у меня зеленая дымка вот но она не зеленая она черная просто называется так сорт отвалилась вот какой саженец богатый богатейший саженец нужно его продавать убирать у нас уже в сад некуда садить так здесь есть парочка ерги так здесь красная смородина ну красную смородину я не могу похвастаться ягодками на ней ягодок не образовалась но саженцы тоже неплохие вот такие же вот вызревшие все побеги все это готово так здесь у меня чубушник ой не чубушник пузыреплодник форма ауреум вот с такими желтыми листьями так показать надо листья желтые как будто бы как сказать краской помазаны вот так неравномерно желтые я не вижу передается на камеру ли нет солнце мне мешает вот он тоже легко формируется и стрижется а вот наша красотка смородина черная валовая вот какая она вот на ней уже сколько ягод и вот эти саженцы готовы к продаже она абсолютно зимостойкая нашем регионе мне понравился этот сорт много лет назад даже лучше чем ядреная как бы ядреная считается самая крупная но мне понравилась именно валовая потому что у нее видите все ягодки все ягодки одинаковые как бусинки крупненькие но это конечно не самый крупный размер потому что здесь они во-первых тесноте живут эти и саженца вон их сколько ягодок сколько много так что рекомендую саженцы у меня недорогие ну по крайней мере по нашему региону они 250 рублей но это уже серьезные не в одну веточку не в одну веточку кустик будет и который уже заплодоносит на следующий год тоже у нее листопад уже вовсю начался вызрели вот до конца все побеги вот заканчиваются такой вот почечкой крупненькой крупная почка уже все побеги коричневые стали это уже признак что вызревание и лист уже стал коричневый коричневеть на нем уже появляются вот такие вот супрофиты грибочки это они уже его подъедают и растение начинает избавляться от листа это никакая не болячка страшная при страшная нет это нормально и вот они легко очень обтираются эти листики это все все нормально еще пройдет некоторое время их даже сдует ветром вот саженец молоденький зеленой дымки вот он прошлогодние посадки в прошлом году я его садила весной правда вот так вот он вырос весь вот в урожай такой вот маленький кустик то есть вы видите да я вам показала какого размера у насаженцы вот такие вот примерно на следующий год бывают кустики вот с таким уже урожаем ну и вот так вот растет черная черноплодная рябина арония вот у нее какие грозья то что и на саженцах я вам показывала вот такой вот куст куст невысокий в наших условиях кустик вот такой вот всего ну как в наших именно сибирских условиях возможно в других регионах кусты бывают там огромные вот вообще весь ломится от ягоды и на больше на тех ветках и плодов на которые ближе к земле на которые больше снега нападывает вот он в земле прислоненный и вот видите сколько много ягодок ну и заключение хочу показать калину какая калина я в обзоре огорода уже показывала вот такая вот огромная калина калина у нас растет свободно потому что она наш эндемик то есть этот это растение у нас произрастает это его естественная среда обитания регион обитания поэтому калины у нас растут огромные сортовые тоже огромные не вымерзают абсолютно и дают вот такие огромные грозди особенно вон та наверху вон вообще здесь вон прям шикарные грозди ну вот этого сорта калина таежной рубины у меня сорт я и предлагаю саженцы еще у меня есть такая рябина сортовая сейчас покажу но саженцев у меня ее нет потому что даже когда я и занималась саженцами то не смогла я ее как бы приручить и у нее брать черенки легко укоренять потому что она уже межвидовая калина рябина то есть она не оранжевая она красная она очень вкусная после заморозков и кстати у нее зимостойкость меньше чем у наших рябин местных рыженьких таких вот она такая вот скромная и тоже плодоносит в основном на нижних ветках то что закрывается снегом ну я думаю надо заканчивать с этим обзором по саженцам а так как быть для общего интереса я расскажу что раньше я занималась производством саженцев декоративных плодово-ягодных культур и работали когда у нас нет не было теплиц мы работали на открытом грунте черенковали у нас специальные были череночники а вот то что я показала те школки что у меня остались это остатки от тех времен то есть эти саженцы я до продаю и все и больше заниматься ими не буду по причине ну по причине того что у нас есть теперь теплицы мы все-таки построили теплицы и работаем теперь в тепле а работа саженцами она именно предполагает работу на улице и какая бы ни была погода там дождь ветер снег заморозки или жара работаешь все равно на улице работа плодоводов очень тяжелая там особенно если это окулировка то есть прививки то работа тяжелая и процент приживаемости там слишком сильно зависит от погодных условий поэтому а цена на саженцы не очень дорогая поэтому и очень много привозных теперь саженцев с других регионов там где попроще с этим вопросом там где позволяют природные условия климатические работать поэтому мы отказались от производства саженцев и перешли на теплицы ну вот такая вот у нас особенность на этом все дорогие друзья надо бы какой-то вам красивый кадр показать о какая смородина красивая вот какая красивая смородинка вот это кстати есть валовая у нас еще остались кусты не обобранные смородины много у нас поэтому всего доброго пишите если вам понравились все саженцы у нас по 250 рублей кроме аронии и крыжовника они по 300 рублей если вам нравится пожалуйста пишите свои заказы я вышлю куда хотите всего доброго до свидания